Приветствуем вас на лекции проекта Европейское кафе, который организован совместно с Центром европейских исследований и Новой Европой. Как вы видите, мероприятие очень европейское, очень много упоминаний о Европе. И сегодня у нас лекция будет посвящена тоже, естественно, европейским вопросам, европейским проблемам. И ее будет читать, презентовать вам Радаван Дюрана из Словакии. Радаван является сооснователем и экспертом аналитического центра в Словакии, Think Tank, который называется INES. Это институт социальных и экономических исследований. Самая известная часть этого проекта, этого института в Словакии, это проект Cost of the State, цена государства, которая является частью такой компании фискального образования, фискальной грамотности, когда людям объясняют, на что идут технологии, и как они распределяются, и как можно сделать это более эффективным, более прозрачным для граждан. И как бы Радаван поэтому и приехал, в первую очередь, в Минск, потому что тут находится его дочерний проект, или синовний, который называется Кошта Рада. Вероятно, кто-то из вас его очень знает. И, в общем-то, поэтому я моделирую эту дискуссию сегодня, потому что Радаван – это наш вдохновитель. Я являюсь экспертом проекта Бепард, и Кошта Рада – это наш проект. Это Радаван, соответственно, наш, скажем так, идейный вдохновитель. У нас будет такой план, что сначала будет презентация, а потом мы будем принимать от вас вопросы. Договорились? Если кто-то записывает и потом использует эту информацию для публикации, мы просим упомянуть европейское коронавирусоторе этой лекции. Договорились? Продолжение следует... Организаторов сегодняшней встречи, и он счастлив видит здесь так много людей, которые заинтересованы в этой теме. Я очень рад, потому что я думаю, что Европейская Уния употребляет довольно значительное деньги, чтобы присутствовать Европейскую Унию везде. И в моем личном восприятии, это не всегда целая картинка, которая присутствует. Европейский Союз тратит очень много денег, чтобы присутствовать себя за рубежом. И с точки зрения Радомана, не все эти деньги, которые тратятся на презентацию явны. Я поговорю о продолжении. В моем презентации о... Sorry. Do I have the clicker? Нет. Я поговорю о системе экономической крисе, которая находится в большинстве страны Европейской Федерации. Я поговорю о так называемой крисе, которая относится к государственным крисеям в Европейской Федерации. Я поговорю о банки, о проблемах финансового сектора, которая находится в Европе. В своей лекции Родован затронет такие темы, как кризис, который все еще разворачивается в Европе. В основном это также долговой кризис, связанный с долгами правительства стран-членов Европейского Союза. Также он касается ситуации, которая складывается в банковском секторе и финансовой системе стран-членов Европейского Союза. Я люблю интеракцию, и я буду задавать какие-то вопросы, потому что есть какие-то данные, которые я не знаю. Это просто стоит и боюсь, так что есть hairstyl в Беларусе. Я прошу прощения, я прошу прощения. М振в, я прошу прощения, я прошу прощения, Родован говорит, что он будет рад беседе, если и дискуссия, если таковая возникнет. Он постарается задавать вопросы аудитории. Первый вопрос, который он бы хотел задать, это какой официальный уровень безработицы в Республике Беларусь. Знаете вы? Официальный и неофициальный. Официальный и неофициальный. А неофициальный? Это же с вас на тайне. Это говернский секрет. С начала кризиса в Европейском Союзе примерно 8,5 миллионов долларов. Люди потеряли свои работы с полным графиком. Если провести параллели, то это население стран Бенилюкса, то есть религии Нидерландов и Люксембурга, которые стали безработными. Это очень важная вещь в Европейском Союзе. Только в Испании около миллиона людей, занятых в секторе строительства, потеряли работу. Экономический кризис, начавшийся в 2007-2008 годах. Как уже сказал Родован, кризис начался в 2007-2008 годах. И, судя по приведенной таблице, можно сказать, что уровень безработицы растет и растет. И мы вряд ли можем надеяться, что все худшее позади. Вряд ли вы можете припомнить другой кризис в истории человеческой цивилизации, когда выздоровление именно рынка труда требовало так много времени. Вы можете читать новости, согласно которым внутренние валовые продукты из стран, членов Европейского Союза растет. Обороты экспорта также растут. Однако всего этого недостаточно для улучшения ситуации на рынке труда. Эта таблица показывает наличие новых рабочих мест, вакансий. Вы можете видеть, что уровень Европейского Союза в 2007-2008 был гораздо выше, чем сейчас, и, впрочем, это все равно уменьшает. На этой таблице вы видите, что уровень наличия свободных вакансий, которые были у Европейского Союза в 2007-2008 году, гораздо выше, чем они есть сейчас. People in the European Union are still not spending that much as they did before the crisis. Население Европейского Союза не тратит так много денег, как они тратили до того момента, когда начался кризис. На приведенной таблице вы видите уровень инвестиций в промышленное производство. Если провести линию от старта до уровня 2010 года, мы видим, что на сегодняшний момент происходит стагнация в этом секторе. Что касается уровня инвестиций нефинансовых компаний, мы видим, что уровень этот упал. Конечно, падение не совсем значительное, с 23% до 19%, однако является это очень значительным показателем. Несмотря на то, что 100% ставки центральных банков, таких, например, как Банк Англии или Европейский Центральный Банк, представляют свои процентные ставки этих банков равны нулю, то есть практически банки одалживают банковской системе деньги по нулювым процентам. В целом, банковская система стран-членов Европейского Союза не увеличила уровень займов, которые она предоставляет гражданам. Итак, банки могут брать деньги из центральных банков для ничего, и поэтому они не должны иметь проблемы, чтобы дать деньги инвесторам. Это не происходит. Получается, что обыкновенные банки, коммерческие банки берут займы у центральных банков под нулевой процент. Таким образом, у них не должно оставаться какие-либо трудности для того, чтобы кредитовать потенциальных инвесторов, однако этого не происходит. Банки боятся новых проектов, потому что боятся появления новых покупателей, которые будут покупать продукты или пользоваться услуги, созданные в этих проектах. Почему? И почему? Почему? Не боятся. Но почему? Почему банки не получают кредитные клиенты? Если вы имеете в виду высокую деятельность, то люди не получают enough денег, чтобы купить новые продукты. В общем, люди просто не получают дополнительные деньги, чтобы купить дополнительные продукты. Они держат их потребление на стабильном уровне. Алианн говорит, что происходит следующее. Если уровень заработных плат растет медленно, это означает, что у людей их уровень потребления не меняется значительно. То есть происходит стагнация на каком-то определенном этапе уровня потребления. Если же зарплаты начинают расти, начинает расти возможность вложений у людей, формирования у людей каких-то сбережений, которые они могут инвестировать в другие проекты. Если вы читаете эти номера и описываете ситуацию, то это выглядит очень плохо. Некоторые говорят, что в Европейском Союзе плохой, чем в Великой Депрессии. Эта фотография была в Нью-Йорке в 1930-м году. Она играет рядом с коробой птицы. К примеру, на этой картине, на этой фотографии, фотография снята в 1930-м году в США. Экономисты сравнивают ситуацию, которая сейчас в Европейском Союзе с... с той, что была в годы Великой Депрессии в США, потому что не происходит поднятие рынков. Обычно для того, чтобы рынок восстановился, требуется 12-18 месяцев. А уже прошло 5 лет, и никакого восстановления рынков речи не идет. И не существует хороших прогнозов. Но, конечно же, мы не сравниваем жизнь граждан Европейского Союза с жизнью... и граждан США в годы Великой Депрессии. На данной таблице показано, что граждане Европейского Союза путешествуют больше и путешествуют хорошо. Возможно, проблема заключается в том, что население Европейского Союза – это стареющее население, и очень тяжело финансировать именно стареющее население. В США был приток миграции, то есть рост количества потенциальных рабочих рук, и все это способствует росту экономики в целом. Но в Европе это, к сожалению, не так. Что же необходимо изменить? Что необходимо для того, чтобы экономика Европейского Союза снова начала расти? Европейского Союза нужно значительно реформировать рынок труда. К примеру, в Испании, если работодатель хочет уволить работника, который проработал в нём 20 лет, он должен обеспечить ему в качестве компенсации 20 зарплат. Это очень серьезный стимул для того, чтобы не нанимать много людей и не нанимать людей на долгосрочные контракты. Также следующим является необходимость увеличения уровня конкуренции. Однако это не должно быть связано с введением новых законодательных инициатив по ограничению этой конкуренции. Европейский Союз пытается урегулировать практически все сферы. Однако, к сожалению, для многих начинающих предпринимателей это может оказаться не очень хорошим. И последнее, это трансформация или реструктурирование банковского сектора, который всё ещё не отправился от последствий кризиса. Это была первая часть нашей дискуссии. В следующей части я буду рассказывать о государственном долге. Вопрос, Родова, на сколько составляет государственное долг Республики Беларусь? 12%? 12%? 17%? 17% of gross domestic product. The average in the European Union is almost 90%. The average in the European Union is almost 90%. And maybe you know that when European or Eurozone has been established, there was a rule adopted that no government debt should be higher than 60% of GDP. Когда я образовывалась Еврозона, было в документах фигурировало условие, что для страны, входящей в Европейский Союз, значение государственного долга не должно быть больше, чем 60%. So you can count the countries that fit this condition. Except of Sweden, Czech Republic and Denmark, these countries cannot afford a higher debt. Not only are the debts very high, but they are still growing. This is the last third quarter of 2013. Modern socialdemocraties do not repay debt. The debt decreases only in a situation when the economy grows faster than the debt. The situation is only when the economy grows faster than the debt. But this was the former attitude of the countries of the European Union, that the growth was higher, so the need to be more responsible was very small. The debt crisis started in 2008, 2009, and even after four years, the debt is still growing. You can compare the level of indebtedness. The developed economies never had so high debt. It is comparable to Second World War, when the whole economy of Europe has been destructed. We live in strange times, because we are talking about growing debt, about austerity measures. But if you look at the numbers, there are only three countries that had decreased the expenditures of the government. This is the difference between 2007 and 2012. These are total expenditures and revenues of the European Union. And you can see on this line that if the European Union is decreasing the deficit between these two, it is mostly done by increasing revenues and taxes. Such a trend does not help economic growth. The European Union has very developed welfare state, social services and healthcare services. And wealthy or generous welfare state means that not so many people are at work because there are many kinds of allowances that can support you while you are out of working system. The welfare state is financed from wages. So, if you are in a situation that you are not creating new jobs, wages are stagnant and your welfare state, the share is growing, you are in big problem. Because if you are not creating new jobs, you are in big trouble. Except of welfare state, of direct allowances and pensions to the public, the public administration is quite costly. Probably, some countries pay to their public servants even more than in Belarus, where I think the public sector is quite large. Кроме того, что государство расходует средства на различные типы пособий, а также на пенсии, еще одним значительным источником расходов для государства являются компенсации госслужащим. И в некоторых странах Европейского Союза уровень этих расходов может оказаться гораздо большим, чем в Республике Беларусь, где, как говорит Родован, он также значительен. Проблема Европейского Союза и Еврозоны является то, что соглашения, которые были подписаны и те цели, которые были намечены, к ним не стремятся, а условия соглашения не выполняют. There is a reason why it is that governments of European Union are not facing the direct risk of financial markets. In simple words, whichever country can feel, if I will get to the trouble, Germans will pay for it. Проще говоря, если какое-то государство, член Европейского Союза, сталкивается с какой-либо финансовой проблемой, правительство этого государства думает, ну, прекрасно, если я попадаю в проблему, за это заплатит Германия. So, in terms of the government debt, what is needed to stop the growing indebtedness? Что касается государственного долга, что же необходимо предпринять, чтобы уменьшить его размеры? Nowadays, the countries in European Union collect 40 up to 50 percent of GDP in taxes and contributions and stuff like that. На сегодняшний момент страны-члены Европейского Союза примерно 40-50 percent своего внутреннего валового продукта собирают за счет различных фискальных механизмов, таких как, например, сборы, налоги и так далее. It's difficult to imagine that they can collect more. That's why, if you want to balance the budget, you need to decrease the expenditures. Вряд ли можно предположить, что они могут собирать еще больше. Таким образом, для какой-либо гармонизации бюджета, скорее всего, нужно каким-либо образом уменьшить расходы правительства. Cannot significantly decrease expenditures if you leave welfare state untouched. И также невозможно значительно снизить государственные расходы, если не касаться уменьшения социальных обязательств государства. You have to change the incentives, because the governments, who cannot feel the pressure of financial markets in terms of interest rates, they would not behave responsibly. Таким образом, нужно поменять мотивацию. Если государство не чувствует на себе влияние финансовых рынков, оно не будет вести себя в большей степени ответственно в данной сфере. Таким образом, это была вторая часть. Третья часть будет посвящена финансовому кризису еврозоны. В 2001 году, когда был запущен проект евро, его встречали с распростертыми объятиями и его рассматривали как каким-либо образом победу. В 2008-2009 году, в момент кризиса, мы были европейцы, были очень близки к тому, чтобы закончить этот проект. Сейчас я должен объяснить, почему. Фридрих Август фон Хайек, автор вот этого высказывания замечательного, был экономистом, философом, также лауреатом Нобелевской премии. Он также говорил, что для политических проект, политическим проектом для того, чтобы выжить, необходимо определенное экономическое обоснование. Если же политики не уважают и не поддерживают основные фундаментальные экономические закономерности, то проект, скорее всего, окажется неудачным. Евро был представлен в 1999 году. И за несколько лет он изменил процентные ставки во многих государствах. И таким образом, в этих государствах можно было одалживать деньги у центральных банков за одинаковую стоимость. Например, инвесторы думали, что греческая экономика Греции слабая. Мы должны давать им деньги под высокие процентные ставки. Однако, так как они находятся в одном союзе с такими сильными экономиками, как Германия, Великобритания, получается, что эти ведущие экономики так или иначе помогут Греции. Однако, финансовые системы по всему миру не были достаточно здоровыми перед тем, как разразился кризис в 2007 году. Кризис начался в США, был связан с кризисом ипотеки. И этот кризис перекинулся на Европу, потому что европейские банки хотели зарабатывать деньги на американском рынке. Греция, Португалия, Ирландия, все эти страны оказались легко подвластны кризису именно потому, что пострадала их банковская система. Инвесторы осознали, что это ненормально давать один и тот же банковский процент займам, например, Германии и той же Греции. Это был иллюзий, что вы можете получить один и тот же процент займам и Германии, и Греции. Если вы будете давать очень большие деньги под очень маленький процент неразвитым экономикам, такими, как, например, Испания или Ирландия, по сравнению, конечно же, с Германией. Будет создаваться мыльный пузырь активов. Сейчас в Испании больше, чем один миллион квартир, в которых никто не живет. Это больше, чем во всех Соединенных Штатах Америки. Я не помню, если это было 2006 или 2007, когда в Испании было больше квартир, чем по всему Европейскому Союзу. Что-то подобное случилось в Ирландии. Это правительственные индексы, или цены в Ирландии, которые падали. Это было 100% в 2005 году, увеличилось до 130% в 2007 году. И когда инвесторы поняли, что это была бобла, то это было жестокое увеличение до 60% уровня. Похожая ситуация сложилась в Ирландии на рынке жилой недвижимости. Если в 2005 году уровень составлял 100%, то после этого цены пошли вверх. И только когда инвесторы осознали, что все это надутый мыльный пузырь, ситуация резко изменилась и цены обрушились. Представьте себе, выстроится квартира, за нее нужно заплатить 1 200 000 евро. Это в ценах 2007-2008 года. Вы ее построили, и буквально через 4 года ваша квартира стоит 700 000 евро. Таким образом, иллюзии, что у разных стран могут быть одинаковые кредитные риски, оказываются весьма затратными. В 2008 году Европейский союз осознал, что среди них есть заболевшая страна, оказалась Греция, и ее попытались спасти, вылечить. У нас есть два варианта. Мы могли оставить Грецию и оставить ее в покое, или Европейский союз предпринимал какие-либо действия, чтобы спасти страну и вывести ее из кризиса. Если бы Греция обанкротилась, весь проект еврозоны мог бы оказаться в серьезной опасности и вполне возможно мог бы и закончиться. Есть сильная оппозиция, и есть много политических причин, особенно, чтобы оставить Грецию живой, хотя бы очень высоких цен. Естественно, банкротство Греции встретило очень сильное неприятие, и основными резонами здесь были политические, поэтому было именно принято политическое решение о спасении Греции, хотя как бы и достаточно дорогостоящей. Интернациональный валютный фонд, который был основан богатыми странами для того, чтобы помогать бедным странам, к сожалению, сейчас в основном помогает богатым странам. Видите, это количество помощи в Африке, Азии и Европейской Союзе. В сравнительной схеме приведено количество помощи выделяемой Европейским Союзом Африки, зеленая, фиолетовая – это Азия, и ярко-красная – это страны Европейского Союза. И красная – это Европейский Союз, а серая – это вся остальная Европа. Если вы в 2008 году говорили, что только необходимо спасти Грецию, и все будет хорошо, то, конечно, в 2008 году говорили, что только необходимо спасти Грецию, и все будет хорошо. То четыре года спустя ситуация ухудшилась. Теперь нужно спасти Кипр, Португалию, Ирландию, Грецию, Испанию. Кроме того, опасная зона приближается Италия и Франция недалеко. Все ждут, насколько хватит Германии. Итак, instead of letting the country bankrupt, the governments decided that the problems of financial sectors, the problems of banking sector, should be transferred to people, to taxpayers. И при решении кризиса в Греции было принято следующее решение. Проблемы банковского сектора были… проблемы финансовой сферы были переложены на простых людей, простых граждан, государств. Представьте себе, у германского банка есть долговые обязательства Греции. Греция не в состоянии оплатить свои обязательства. В нормальном мире, так сказать, в нормальном мире, такая ситуация будет развиваться следующим образом. Дальше долговые обязательства пытаются как-либо окупить сам немецкий банк, и это будут его проблемы. После этого он понесет какие-то потери и попытается выздороветь. So it's the same as in normal loan. The bank may encounter a loss, and it has some collateral, and it's trying to decrease its loss. Получается, что если банк сталкивается с какими-либо потерями, то он пытается их каким-либо образом компенсировать и справиться с ситуацией. So if the loan fails, it is always mistake of the bank and the debtor. Получается, если какой-либо кредит или заим не выплачивают, это всегда проблема того, кто брал этот заим, и самого банка, который такой заим выдал. But banks knew that Greece is going to the trouble, and instead of working with Greece, they were buying more and more bonds, because they believe that the eurozone will repay the debt. Однако банки, давая займы Греции, осознавали, куда движется Греция, о том, что Греция – это не очень надежный партнер. Однако вместо того, чтобы снизить объемы займов, которые они предоставляли Греции, они покупали все больше и больше долговых обязательств этой страны, осознавая, что даже если Греция попадет в очень сложную ситуацию, правительство Европейского Союза так или иначе компенсирует все это. Таким образом, правительство Греции выпускало все новые и новые долговые обязательства за счет своих налогоплательщиков, и таким образом помогая и банкам Германии, и самой Греции. Таким образом, однако оказалось, что не только немецкие налогоплательщики будут окажутся крайними в этой ситуации, но весь Европейский Союз. И они решили, что это будет какой-то часть Греции. И результатом, что стоимость по странам очень разная. Вы видите, что для Словакии мы дали гарантии для Греции, и это почти 35% total revenues, в сравнении с Австрией, которое только 15%. Таким образом, все страны-члены Европейского Союза каким-либо образом взяли обязательства за долги Греции, то есть у каждой страны был свой собственный процент гарантии. К примеру, в Словакии процент составил 35% от внутреннего валового продукта, в то время как у Австрии только 15%. В 1999 году банковский сектор Словакии находился в не очень хорошей форме. Мы не были членами Европейского Союза, и ей приходилось реконструировать свою финансовую и банковскую сферу за счет собственных активов. Сегодняшний сектор Банковский Союза в похожей ситуации, в похожей ситуации, как Словакия. Но Спания не хочет платить за счет собственных активов. Они спрашивают Европейского Союза для помощи и денег. Примерно сейчас в похожей ситуации находится финансовый сектор Испании. Однако Испания не намерена тратить собственные активы для трансформации и реструктурирования банковского сектора. И она хочет, чтобы за все это заплатил Европейский Союз. Экономисты используют такой термин, как моральная опасность. Это означает, что если я верю, что кто-либо заплатит мои траты, я стану вести себя более рискованно. Если стоимость распределяется на все население, получается, что она не кажется такой большой. Есть проект, в котором собирается вся информация, посвященная спасению еврозоны. В Словакии не было никаких проблем финансового кризиса, и финансовая банковская система в Словакии абсолютно здорова. Однако, тем не менее, Словакии приходится предоставлять финансовые гарантии, которые при пересчете на каждого гражданина Словакии составляют 2993 евро. Кризис, который начался 4 года назад, все еще слишком дорого обходится. Вопрос заключается в следующем. Как же так получилось, что из практически расстроенной банковской системы и с весьма высоким уровнем безработицы еврозона все существует? В 2012 году глава Европейского центрального банка, Драги, сказал, что мы спасем еврозону, чтобы это нам не стало. Это спасение означает печатание еще больших денег. Многие банки в еврозоне являются неплатежеспособными. Неликвидными означает, что у них есть какие-то временные проблемы, неплатежеспособные. Это означает, что у них проблемы более серьезные структурного плана. Банкам необходимо одалживать деньги на финансовых рынках, однако они не в состоянии это сделать, потому что у них недостаточно для этого активов. Поэтому Европейский центральный банк поступает следующим образом. Он печатает деньги и раздает их банкам практически бесплатно. На этой картине вы можете видеть активы Европейского центрального банка. Это красная линия. И они составляют 1 триллион евро. И вся эта сумма была роздана другим банкам, национальным банкам только для того, чтобы эти банки остались на плаву. Однако, самое интересное, что правительство и центральный банк полагают, что банки будут использовать эти деньги для выдачи займов потенциальным инвесторам, гражданам Европейского Союза. Но, как мы уже видели, этого не происходит. Все банки просто оставили деньги на их балансе и не дали никаких денег. И сейчас они возвращают деньги обратно Европейскому центральному банку. И самая большая проблема Европейского Союза сейчас является дефляция. До того, как начали печататься эти деньги, многие экономисты говорили, что если начать печатать деньги, то вместо Европейского Союза будет, к примеру, гиперинфляция. Но инвесторы и частные предприниматели понимают, что Европейский Союз в большой беде. Они также знают, что и США в большой беде. Они также знают, что и США в большой беде. И опасаются совершать большие инвестиции. Это еще пример того, как Европейский центральный банк показывает, что Греция – это ответственная страна. Например, процентные ставки упали до 10%. Несмотря на то, что Греция находится в экономической рецессии, объемы внутреннего валового продукта в Греции снижается около 6 лет уже. И уже после пяти лет так называемого спасения Греции, Европейский Союз говорит об уже третьей попытке ее прикончить. Когда Европейский Союз начал спасать Грецию, то ожидалось, что в 2014 году приватизация активов составит 35 миллионов долларов. Далее вы можете видеть, сколько на самом деле получили за эти активы. Даже сейчас Греция не может получить деньги на финансовых рынках, потому что, к сожалению, никто не даст ей в долг. Потому что если вы одалживаете деньги по 10%, а ваш государственный долг составляет 150% внутреннего валового продукта, то 15% ВВП будет уходить на обслуживание этого долга, на ставку процентов. Представьте, что каждый второй или третий рубль, который вы отдаёте правительству в качестве налогов, будет использован для обслуживания государственного долга, то есть тем инвесторам, которые дали стране в долг. Ирландия still has these problems, and also Portugal. Такие же проблемы сейчас у Ирландии и у Португалии. Такие же очень серьезные опасения вызывают Италия и Франция. Опасения, связанные с тем, смогут ли эти страны уменьшить дефицит бюджета. Причина этому заключается в том, что страны не хотят проводить какие-либо реформы, потому что экономика этих стран не чувствует воздействия финансовых рынков. Ещё один важный факт о кризисе еврозоны заключается в следующем – никто не может застраховать ваши депозиты в европейских банках. The Central Bank of Cyprus, which is part of the EU system, sent a letter that nobody will ever touch your deposits. No, 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 it's just a letter saying that you should not be afraid of your deposits. В письме говорится о том, что простые граждане не должны беспокоиться о своих сбережениях в банке. Через две недели все сбережения, которые превышали 100 000 евро, потеряли примерно 30%. So, regular people lost their money with the goal to save Cyprus banking system. Получается, обычные люди, обычные пользователи банковской системы потеряли свои деньги для того, чтобы спасти Грецию в целом, банковскую систему Греции. Well, Cyprus is rather small economy and not large population, fortunately. But whenever another country will get into these kind of troubles, the fear of taking your money will be persistent and present. Однако, если какая-либо страна побольше попадет в ту же ситуацию, то жители этой страны должны испытывать гораздо больше опасения за свои сбережения. The persistent problem of Eurozone is in the fact that it's still trying to pretend that all countries are equal. But the countries are different. There are countries where nobody would worry about these situations. But you can imagine what would happen if this is in Germany. What will happen? There are some things that are needed to recover and reconstruct the financial sector in the European Union. Even after six years, the banking sector has not been reconstructed. What does it mean? For example, if a bank holds a bond over Germany and Slovakia, it is evaluated as an equal risk. But there is no economic background behind it. The power of Slovakian economy is much lower than the power of German economy. In terms of government debt, we should say the ability of taxpayers of Germany is stronger than the ability of Slovak taxpayers. So, each bank for holding a Slovak bond should have more own capital. Another thing is that European Central Bank is providing loans to the banks and the countries for the same conditions. And in this way, it is postponing necessary reforms. Maybe you didn't know that the budget of European Union is only about 1% of the GDP of the whole Union. But with all the guarantees, the transfers of the wealth in European Union are much larger. In normal times, the decisions about deficits and debts are taken by democratically elected governments. Currently, the decisions are taken by European Central Bank, which is independent body, but not democratically elected. So, if taxpayers are not satisfied, don't like the policies, they don't have real tools how to change them. The decisions of bailouts are taken behind the closed doors. The unexpected but not surprising result is the growth of nationalism and euroskepticism in the European Union. If we want to get out of it, we need to let sick banks bankrupt. We have to clean the financial system. We have to agree that the banking sector should not save the governments. This is most difficult because from the start of the central banking monetary systems, politicians and bankers sleep in the same bed. But if we transfer responsibilities back onto the banks and governments, And if we allow financial markets to use different interest rates for different countries, We can reduce the moral hazard. Current way of solution leads instead of healing the system to harmonization. This may lead and will present a barrier for future growth. So, if you allow bankruptcy, you may have a huge decrease in wealth. But then, the future growth will be higher. Because it will have healthy fundamentals. The reason why the European Union is stagnating, not creating new jobs is that the reconstruction and healing process is so long. And it may happen that, as in Japanese, they say they lost the decade, That these forecasts of stagnant growth will last another decade. Life in the European Union is still beautiful compared to the rest of the world, definitely. But the prospects are not so optimistic. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention. So, what's the situation in the production sphere of Zlovakia? Are there any enterprises that were not merged or acquired by some big transnational conglomerates? Or some water industries are more or less successful? Slovakia is the biggest producer of cars in the world, measured per capita. Slovakia is the biggest producer of cars in the world, measured per capita. Our original car producer has been acquired by Volkswagen. And then Kia and Peugeot came to Slovakia to produce cars. Most of the energy sector and iron-producing sector or steel-producing sector has been privatized by foreign investors. They have brought tremendous effectiveness to the country. In numbers, Slovakia is still growing and is huge. But we have 14% unemployment rate. In last year, the production of car factories increased by 44%. But the employment in the sector went up only by 4%. So foreign investors brought many robots. The problem is that robots are not paying taxes and contributions. So you may have growth of industrial production without subsequent growth of employment and growth of government revenues. So industry is doing well in Slovakia, but not so many benefits from it. So in Slovakia, Slovakia is feeling well in Slovakia. However, it does not affect the overall picture of the public. Next question. Please. What is the situation with the banking system of Iceland and what will happen if some other country will follow their example? I am not a specialist in Iceland, but I know that they did not want to transfer all the losses on the population. They said just we will not pay because it is also the mistake of UK investors who believe that they can earn money on the Icelandic currency. As I said before, for each defaulted debt there are two responsible sides, two responsible parts. And I am sure that if your debt is more than 100%, it is even better for the country to go bankrupt because there are very few examples that country would recover from such a huge debt. That's the case of Greece that could bankrupt, Ireland could bankrupt, but the Eurozone, the banks of Eurozone did not allow it. So if Eurozone wants to survive, it needs either strict rules or possibility of bankruptcy. Iceland was thinking about joining the European Union and it was conditioned by taking the loss from their financial crisis. But I think European, because there is a big quarrel between European Union and Iceland over fishing areas. So I think the prospect that Iceland will remain independent is quite high. But at the same time, the situation from Iceland was a big lecture or lesson learned by the central bankers all around the world. The central bankers are people who think they can rule the economy. The leader of the American Central Bank said someday in 2005 that we have everything under control. But it was only illusion. Based on some estimations, we have about 50,000 people working abroad. We have about 2.2 million employed people. And what's the percent? Well, 5 million people living in Slovakia. We have a number for youth unemployment, which means youth below 25. But this is not a very good indicator. Because we have the policy that everybody, if it's an auto mechanic or an electrician, should have a university title. So the unemployment rate might be maybe 30% among those who are not studying at the university. But we have 400,000 unemployed people in Slovakia and the youth unemployment is maybe 20,000, 30,000 out of these 400,000. And how often do they go to other European countries? Just searching for new jobs. Well, those... I don't know how to answer the question. Because I think it's not so huge number, these 40,000 people who are abroad. And most of them are there. Something is difficult to answer. You see, Mr. Rodovan is difficult in answering this question. Because 50,000 living in borders is not so much more than a large number. Would you like the question. Они получают столько же, сколько немецкий рабочий на таком селе. Окей, workers working in Slovakia, plans of Volkswagen, do they earn the same amount of money as their German colleagues? No, they earn twice as much. Twice as much? Нет, они получают дважды больше. Нет, 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 они получают меньше, иначе бы Volkswagen не пришел в Словакию. Смысла большого концерна приходить в страну, если бы рабочие зарабатывали больше. You must provide sort of some advantage to the investor to come to Slovakia. То есть для того, чтобы страна, какого-нибудь инвестора пришел в Словакию, для него должны быть какие-то преимущества, и вот одно из таких преимуществ. Я считаю, что они зарабатывают примерно одну треть дохода немецкого коллеги своего. Но они зарабатывают примерно одну целую пять десятых среднего заработка в Словакии. So the workers in Volkswagen belong to the maybe 20% of the employees with the highest salary. И рабочие заводы Volkswagen принадлежат тем 20% рабочих, которые... 20% жителей Словакии, которые имеют наибольший доход. Да, пожалуйста. У меня два вопроса на конкурсовой ситуации в Беларуси. Как экономика и евро-развяза отлюстровывается на Беларуси. Первое вопрос – на экономике Беларуси. И другое вопрос – как экономичная ситуация в Беларуси уплывая на стосунки с европейским связом и Россией. Окей, what's the impact of the European economy on the Belarus economy? What do you think of that? There's also another question I will... The demand in European Union in general is stagnant or low. So the companies that are exporting to European Union has to either decrease the price or create better products if they want to sell more in the European Union. На сегодняшний день спрос в Европейском Союзе находится в стагнации. То есть для того, чтобы продать что-либо в Европейском Союзе нужно либо снижать цены, либо производить очень качественный продукт. And the next question. Сейчас хочу второй вопрос. There was the dance. Okay. What's the impact of the Belarusian economy on the relations between Belarus and the European Union and Belarus and Russia? Well, it's difficult to answer these questions. What do you think of that? Just your opinion. Your opinion. Well, the European Union has 500 million people. Belarus is 10 million people. So it's hard to compare. But definitely the country with Gazprom has far bigger impact on European economy, which is dependent on import of natural gas. Definitely. And I think Russian economy suffers a lot from the European stagnation. And Rondon считает, что российская экономика много теряет от тех, вследствие тех проблем, вследствие стагнации европейской экономики. Current situation leads to the decrease in energy consumption and higher efficiency. The current situation leads to the decrease in energy consumption. My question is, to continue to the previous question. You said that at the same time, the unemployment rate was big and the credit was at close to 0%. Why did these credit not go to the development of the average and small business, which would reduce the unemployment rate and increase the unemployment rate? And the unemployment rate was very high, but the interest rate was very low. Although loans to the commercial banks were not given to small and medium-sized businesses, different start-ups, the appearance of which would decrease the unemployment. So why not? Imagine that you transfer the Peugeot factory from France to Slovakia. You have 4,000 French workers who are used to 35 hours a week, working week. 35. And can you imagine that these people will start their own start-ups in IT sector? Imagine that you have 1,000,000 unemployed construction workers in Spain. It is very difficult to employ these people. I believe that if the government is not going to start their own companies, this is the only way out, that people will start to provide own services and start with the start-ups. But it takes so much time. And if you have worked for 20 years or 30 years with the feeling that this is your lifetime job, it is very difficult to work with the unemployed who are more than 40 years old. And if you have 20-30 years working and you have a feeling of защitенности, that you have a job, it is very difficult to start all of the time. Thank you. Thank you. The question is, when the European Central Bank is a capital investment, is a capital investment, it is not a corruption? It is, that, that, a number of banks, so-called, the banks, which are associated with the Central Bank, they are paying the money по очень низкий процент, фактически под нулевой ликвидностью. А сами потом эту же ликвидность дают в кредиты, которую получили за дешево, уже дают другим банкам, либо населению под более высокие проценты. И фактически у них прибыль получается из воздуха, из ничего. То есть они как бы получают из контрабанка дешевые деньги, а сами дают кредит дорогие деньги, при этом деньги вкладчиков не привлекаются. Скажите, не является ли вот подобная ситуация тем, что как бы депрессия в Европе, экономический кризис затягивается из-за этого? Есть ли sign of corruption? Когда европейский центральный банк дает деньги к его банкам в окружении Европе с неравным рейтингом, и эти банки дают деньги к другим банкам или к некоторым инвесторам с другим рейтингом, который может быть довольно значимым. Таким образом, эти медиатели делают деньги только из-за того, что это какой-то sign of corruption? Это была первая вопрос. И вторая вопрос, это не один из моторов, один из причин, почему это стабильность в Европе, в Европе, в Европе и 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 в Европе? Я буду спросить вторую вопрос, потому что я уже забыл. Повторите его вопрос. Итак, в связи с тем, что оборудование и оборудование денег, и оборудование от денег, это принципа современного банковского системы. Извлечение прибыли из ничего является основополагающим принципом сегодняшней банковской системы. Даже коммерческие банки могут предоставлять больше займов, чем собирать депозитов. Если бы банкам применялись обыкновенные бухгалтерские системы учета, которые используются для обыкновенных компаний, то все бы банки давно обанкротились. Он бы не считал это коррупцией, если это было выборочно. Однако, Родон считает, что реформы в банковской системе и уменьшение таких ситуаций бы оздоровили банковскую систему в целом. Ситуация, естественно, что такая ситуация, когда европейский центральный банк дает деньги другим банкам под 0% только ухудшает всю ситуацию в целом в Европейском Союзе. Таким образом, Европейский центральный банк лишь выигрывает время. Вы говорили, что большая проблема для выхода из кризиса – это связь банкиров и чиновников. Если вспомнить предыдущий кризис, о чем я уже говорил, то там, к примеру, экономика привела к росту среднего класса. Это позволило во многом влиять и на экономику, и на политику. Почему сейчас в Европе средний класс не может повлиять на то, чтобы разрушить эту связь между чиновниками и между банкирами? И какое состояние среднего класса сейчас в целом в Европе? Почему средний класс в Европе не может повлиять эти связи между официальными банками и банками? И какая ситуация с средний классом в Европе сейчас? Сейчас в Европе демократические системы, правительство выбирается на 4 года, и все само по себе это предоставляет моральные риски. Как обычно случается так, что политикам не приходится платить, либо нести какую-либо ответственность за свои собственные действия. Это очень сложно получить контроль над финансовой системой и обратно. Это было бы хорошо, если бы средний уровень заработных плат рос. Потому что люди очень чувствительны к неравенству. Если ваша заработная плата растет примерно такими же темпами, как заработная плата вашего соседа, то все прекрасно. Но если ваша заработная плата не увеличивается, либо вы теряете работу, то, естественно, вы сразу замечаете финансовых воротил, которые зарабатывают в тысячи раз больше, чем вы. Монетарные и финансовые системы настолько сложны, что обычные люди даже не могут задать правильный вопрос. Не говоря уже о том, чтобы судить о том, правильные ли решения приняли политики. Сам Родоман очень скептически относится к предполагаемым реформам банковского сектора, потому что ни банки или топ-менеджмент банков, ни политики не заинтересованы в изменении существующего положения. Представьте себе, что часть финансовой системы – пенсионный фонд. Люди в Низерландах и Германии не настолько богаты, чтобы получать 2000 евро. Они очень богаты, потому что они инвестировали деньги в пенсионные фонды, и эти пенсионные фонды владеют банки, банки, большие компании. Они всю жизнь инвестировали какую-то часть своего собственного дохода в пенсионные фонды. У пенсионных фондов есть акции каких-либо корпораций, есть долговые обязательства, в том числе государственные обязательства государственного займа. Таким образом, политики говорят, если мы сейчас проведем какие-либо реформы, вы потеряете часть своих пенсий. Это примерно как змея, которая ест свой собственный хвост. Это сложный изменение. И что-то изменить в этой ситуации достаточно сложно. Я имею в виду, владельцев фирм не просто там обыкновенного рабочего, а действительно, мелких средних владельцев, понимаете, мелкие фирмы там, средние фирмы, а не просто рабочие там на Вольсвагене. Почему они не противостоят? Почему медленные и маленькие бизнесы не противостоят сейчас обыкновенный системы в экономике? Ну, вы не можете их разделять, потому что, например, маленькая компания имеет налоги от коммерческого банка, как Вольсвагон имеет налоги от коммерческого банка. Если вы сравните уровень дохода немцев в 1955-1960 году с тем уровнем дохода, который у них есть сейчас, то раньше они жили как короли. Потому что касается сегодняшнего уровня жизни, вряд ли им стоит желать чего-либо еще. У них есть машины, у них дети получают образование, они много путешествуют. Я не говорю сейчас, господин Родован говорит не о Греции, а о Германии. Поэтому на улицах вы не увидите возмущенных толп пенсионеров, жалующихся на то, что они не могут оплатить за наем жилья или купить продукты. Однако можно увидеть протесты, например, в Испании, где уровень жизни изменился к худшему. Поэтому очень сложно сказать, как живет европейский класс в Европейском Союзе, потому что жизнь среднего класса отличается от страны к стране. Какие управленческие методы или, может быть, экономические инструменты используются в правительствах Евросоюзе, вот конкретно в Словакии, для того, чтобы сократить стоимость государства и его эксплуатации? Какие методы и экономические методы используются, например, в Словакии, для уничтожения государства? Увеличение налога. А конкретно в отношении государственного аппарата? Может сокращение какие-то? Унизляется бюджет, на что-нибудь? И может быть, фирмить по-физуалам, по-классам, 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 по-классам. Все расходы государственного сектора в Словакии не изменят неизменные последние 4 года. Правительство решило, что лучшим выходом из кризиса является не инвестировать. Мы стратегически собираем деньги. Вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру, мы платим на высокие пенсии. Пенсии растут каждый год. К примеру, вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру, с каждым годом больше денег расходуется на пенсии. В государственном секторе за последние 3 года заморожены зарплаты. Но количество занятых не изменилось. Еще вопросы? Может ли быть ответом на кризис, создавающую реализацию Европы, и зачать полномочия на 20-национальном уровне на общеевропейский, в том числе в финансовом секторе, и как реализация проекта Соединенных Штатов Европы, то есть когда будет общая реализация действий всех стран? Это очень важный и тяжелый вопрос. Это очень важный и тяжелый вопрос. С одной стороны, это уже происходит, потому что Европейский центральный банк ведет себя, как если бы он был федеральным учреждением. Однако, очень сложно представить, что, например, немецкий премьер-министр будет заявлять о необходимости снижения пенсии в какой-либо стране. Очень сложно сравнивать Европейский союз с Соединенными Штатами Америки. Однако, фискальная гармонизация налогового законодательства, налоговых систем – это лишь одна страна. Однако, что касается социальной сферы или законодательства в каких-либо отраслях, все это уже урегулировано, гармонизировано законодательством Европейского Союза. Таким образом, национальные правительства не хотят терять возможность самостоятельно устанавливать уровень налогов. Вы можете видеть, что Европейский союз пытается установить налог на финансовые транзакции. Однако, национальные правительства абсолютно не поддерживают этот налог. С точки зрения Европейского комиссара, очень печально, что национальные правительства не поддерживают такое начинание. Потому что, например, при опросе общественности, примерно 65% были за такое начинание. Он говорит, что такой налог улучшил бы ситуацию в Европейском Союзе. С точки зрения Родована, можно говорить об усилении фискального контроля в Европе, но не над созданием какого-либо объединения похожего на Соединенные Штаты Европы. Но 5 лет назад я не мог бы представить, что я дам 3000 евро Греции. Он инвестирует тоже по всему миру. Способна ли в этой системе Европа генерировать какие-то самостоятельные глобальные экономические решения для остального мира? Или они замкнулись в себе на Волгу? Ну, в сегодняшнем мире есть две полиции. Одна в Европе, которая принесла деньги, а другая в Китае, которая производит все. И в Европе использует этот деньги, чтобы инвестирует в целом в мире. И в Европе есть какие-то проекты, или это открытое экономическое системе? Before the financial crisis, maybe you can remember that Iran was trying to trade their oil for euros. Вы может помните, что до кризиса Иран пытался торговать своей нефтью за евро? Было много рассуждений о том, что евро потенциально могло стать резервной мировой валютой. Америка, дефицит бюджета Америки составляет примерно 10%. Я говорю о Европейской Союзе в кризисе, где дефицит 3%. Инвесторы still buy U.S. bonds for zero interest rate. Кроме того, однако долговые обязательства США все равно скупаются за нулевой процент. Я думаю, что Европейская Центральная банка работает в координации с Федеральной Резервной Банкой. Родован считает, что менеджмент Европейского Центрального Банка действует в сотрудничестве со своими партнерами с Федеральной Резервной системой. Однако, тем не менее, еврозоны гораздо ниже, чем влияние США. Объемы экспорта Китая превысили объемы экспорта Германии лишь в 2012 году. Китайская экономика очень большая, однако ее стоимость невелика. Должно пройти очень много времени, чтобы Китай стал в одной весовой категории США. Возможно ли создание глобальной резервной системы, мировой, наподобие Федеральной Резервной системы? Об этом были разговоры. И будет ли это решением последнего кризиса? Ледовин говорит, что он не является самым посещением. Возможно ли создание глобальной резервной системы, как и в США? И может ли это быть результатом последнего финансового кризиса? Ну, я не специализация монетарного экономика, но я думаю, что мы уже живем в такой системе. Ледовин говорит, что он не является специалистом именно в денежной экономике, однако с его точки зрения мы как раз и живем в такой системе. Есть определенный уровень индивидуальной банки, индивидуальной банки или японской банки, но этот систем не будет работать без федеральной резервной банки. Естественно, например, центральные банки Китая или Индии или Японии, они сохранили некоторую степень независимости, однако все равно их функционирование невозможно без федеральной резервной системы США. Я не могу представить, что сейчас мы имеем в виду национальные страны, а потом мы имеем в виду национальную банки Китая. Я не могу представить это в будущем, но я не знаю. К примеру, сейчас есть организация объединенных наций, таким образом у нас будет объединенная резервная система. В таком виде Родоман этого не представляет. Но я не считаю такими ситуациями как конец кризиса, но как начало гораздо больших кризисов. А лишь начало следующего, еще более масштабного кризиса. Представляете, какой силы обладает? Представляете, какой силой обладает этот человек? И лишь одна его фраза, сказанная о том, что от евро не откажутся, уже поменяла ставки в соотношениях евро и доллара. И эти ставки стали расти, расти и расти значительно. Я думаю, что центральные банки встают каждый вечер, чувствуя силу, что они имеют. Что я буду менять сегодня? Менеджмент центральных банков. Каждое утро встает и осознает, что у них есть возможность что-либо изменить. Что там у нас сегодня в повестке дня на изменениях? Я думаю, что это не будет хорошая опция, чтобы только один человек для всего мира. Рудовано кажется, что было бы плохой идеей, когда один человек станет ответственным за весь мир. Вы, пожалуйста. У меня есть вопросы на плане программы «Вашто рада». Это крышка не потели, а я все-таки хочу себе уведомиться. Почему эти проблемы актуальны для постсоветской просторы? И тем можно ждать вынеков такого проекта в Беларуси. Какие могут быть вынеки этого проекта в Беларуси на думку эксплерта? И с какими проблемами, на яго думку, сотукнутся створайники этого проекта в Беларуси? Вопрос в том, что происходит с государственным программом. Это типично для постсоветских страны? И какие проблемы могут быть обнаружены, когда выполнены такие программы в Беларуси? Такие проекты были доступны в Чехии. Сейчас он будет построен. Он также построен в Украине. Я надеюсь, что они закончат. Есть один в Георгии. И ПОЛАН было началось, но они имеют что-то подобное. Похожие проекты были в Чехии. Также что-то похожее в Грузии, в Польше и на Украине. С точки зрения Родова, основной причиной популярности таких проектов является необходимость в прозрачности в фискальных системах, финансовых системах. Наибольшей проблемой являются правительство, а также качество предоставляемых ими данных. Мы желаем, чтобы правительные официалы могли использовать Excel. Было бы неплохо, если бы правительства могли умели использовать Excel. Можно выяснить, с какими проблемами на воду суткаются створальники для программы в Беларуси? Как эти проблемы можно вырошить? И какие самые проблемы, например, на воду? Какие проблемы, которые создавали проектов в Беларуси? И какие самые интересные предприятия в вашем мнении? Я бы спросил Владимир, чтобы ответить или Ина. Потому что я был как-то ментором, но трудное работа, и я не могу ответить на этот вопрос. С точки зрения Родована, лучше дать ответ на этот вопрос более людям, которые могут сказать больше по этому поводу, которые этим непосредственно занимаются. Это, может быть, я после мероприятия или Владимир после мероприятия? Да, пожалуйста. Сейчас одной из причин просто безработицы в мире – это посеместная роботизация производственного сектора. Но из-за этого, из-за ведения технологии, бывшие врачи не оказываются на улице заводными. А как, с точки зрения, в нашей работе это можно решить? И как это решается? Потому что это предприятие, которое все растет и растет среди новых технологий. Одна из главных причин для развития уничтожения является производственной роботизации, индустрия роботизации. И этот тренд, и этот impact, будет увеличиться. Что вы думаете, это может быть сделано в такой ситуации? Над этим вопросом трудятся многие экономисты по всему миру. Я рекомендую вам читать два книга Тайлора Кауэн. Одна из названия «Великая стагнация», и вторая из названия «Конец среднему классу». Примерно на 100 страницах рассказывается о том, почему сложно создавать новые рабочие места. И, на другой стороне, он рассказывает будущий роли. Что мы можем ожидать? Вы можете представить, что в транспортном секторе, если гугл-драйвер-лесные машины работают? Какие изменения можно ожидать в сфере занятости и в целом в отраслях производства? Мы не нужны двигателей. Даже инсуранс компании боятся. Например, один из случаев, который описывается в этой книге, связан с «Зачем нам водители такси, если есть гугл». Мы должны посмотреть на «Вестерные экономики», где индустрия обеспечивает около 20% в нашей стране. И если смотреть на «Западной экономики», где количество занятых в промышленности составляет примерно 20%. Они предоставляют услуги. И этот экономист говорит, что у людей будет больше личных тренеров, например, но не только тренеров по фитнесу, а именно репетиторов, наставников. Он предоставляет «Я хочу заняться йогой, я буду платить учителю йоги». В будущем, благодаря автоматизации, у нас будет гораздо больше дешевых продуктов и товаров. Таким образом, люди будут стремиться к тому, что мы не знаем так много. Экономисты пытаются объяснить то, что они сами не до конца не очень хорошо понимают. В 19-м столетии были сотни тысяч рабочих на улицах, сканирующих лозунги о том, что машины практически убивают рабочих. Были времена, когда женщины не работали. Сейчас мы работаем гораздо больше людей, чем работали до этого. Экономисты прекрасно описывают ситуацию в прошлом, однако они очень хорошо дают прогнозы на будущее. Поэтому не воспринимайте слишком близко к сердцу то, что я сказал. «Еще, пожалуйста, три последних вопроса, начиная с вас». «Еще, пожалуйста, три последних вопросов, 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 начиная с вас». «Обычно на свободном рынке монополисты не выживают». «И этот вопрос скорее следует адресовать менеджеру какой-нибудь отраслевого производства. И, скажем так, что стопроцентное наличие чего-либо в одном месте, это, скажем, не та цель, которой следует стремиться». «Монополизм на свободном рынке терпит неудачу, потому что он прекращает инвестировать в инновации». «Я думаю, что Nokia – это прекрасный пример, что, может быть, пять лет назад, «Нокия» была 35, и сейчас она драматически падает». «К примеру, пять лет назад стоимость ее акции была значительно выше». «У нас, у простых людей, есть преимущество. Мы хотим отличаться друг от друга». «Соу, если мы имеем эту отличие, если мы имеем то, чтобы инновировать, то я не боюсь, что есть один производитель для всего мира». «И у нас все-таки есть желание чего-либо нового, то Родован не считает возможным возникновение такой ситуации, когда останется только один производитель». «У нас есть одна экономическая теория, которая говорит о том, что в ближайшем, в обозримом будущем возможно возникновение мыслящих роботов». «И если эти думающие роботы смогут производить вещи для обыкновенных людей, то эти вещи, товары и услуги будут гораздо дешевле». «Но это лишь то, о чем мы можем только догадываться. Например, что будет одна большая фабрика, на которой мыслящие роботы будут производить вещи для всего остального мира». «Еще вопросы?» «Да». «И считаете ли вы, что возможность страны встречать свою валюту является конкурентом преимущества в современном мире? Она может инвестировать в свою инфрацию во время как те, кто присоединился к какому-то валютному союзу, решены этой возможности». «И это компетитивная преимущество для того, чтобы принять свою валюту в том, чтобы принять свою валюту, вместо того, чтобы присоединили к другим странам, которые используют свою валюту?» «Ну, действительно, есть много преимущества. Например, Чехия, с их собственной валютой, не могла что-то давать так много налогов для Греции, как Словакия». «К примеру, естественно, существует определенный набор преимуществ. Например, в Чехии не приходится настолько оплачивать долги Греции, как Словакия». «Несколько месяцев назад Центральный банк Чехии снизил ставку». «Они считали, что таким способом они могут поддерживать свою промышленность». «Он другой стороны, вы можете иметь правительство, которые любят с печатным станком. однако, есть же страны, правительство которых наслаждается игрой с печатным станком». «И для жителей и граждан таких стран гораздо лучше жить в Европейском Союзе, чья финансовая система контролируется в большей степени». «Может, я вас удивляю, что я в favor конкуренции конкуренции. Родован поддерживает конкуренцию валюты». «Я позволю гражданам использовать гражданам ту валюту, которую они предпочитают». «И последний вопрос. Да? «Вы думаете, сейчас Европейский Союз будет пытаться решить все свои проблемы с монетарным кризисом внутри себя, или как это было раньше на предыдущих этапах в истории, они будут пытаться выйти на какие-то зарубежные рынки, то есть, бывает, с той же Латинской Америки и так это переносит производство, то есть, там, куда инвестировать, или я, с вами, и нужно сделать из себя с другой». «Will the European Union try to overcome the present crisis using its own resources inside the European Union, or will it turn to some external methods, for example, by transferring some industries to, for example, Asia or to Latin America, to South America, or something like that? Они уже используются будущие ресурсы будущего. Долг уже больше 100% означает, что используются ресурсы, которые принадлежат вашим детям. Но есть интересный факт, например, что железнодорожное полотно от Будапешта в Белград должно быть реконструировано китайской компанией. Но, с другой стороны, Европы не требует так много инфраструктурных преобразований в транспорте. То есть, чтобы реконструировать транспортную сферу, нужно потратить гораздо меньше денег, чем чтобы реконструировать финансовый сектор. Таким образом, правительства стран-членов Европейского Союза перекладывают эту проблему на плечи налогоплательщиков, а также детей налогоплательщиков. Спасибо всем за участие, за внимание, за ваши вопросы. И хорошего всевышнего. Спасибо. 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 Спасибо.